Здравствуйте, братья и сестры! Есть люди, которые написали много книг. Есть люди, которые не уступали им в уме, в объёме знаний, но написали очень мало или не написали ничего. Если человек написал мало, то есть вероятность, что в этом малом отобразилось многое. Многий смысл, втиснутый в малые слова, он стоит дорого. Был такой святой Митрофан Воронежский. Современник Петра Великого, его помощник в реформах и вместе с тем обличитель Петровой бытовой неправедности, прилечённости западными манерами. Этот великий человек, это архиерей воронежский, он в своей жизни не писал книг, оставил по себе такое выражение краткое, такое некое правило жизни, которое звучит так. «Воздержно яждь, мало пий, здрав будиши, употреби труд, храни мерность, богат будиши, твори благо, бегай злагу, спасен будиши». Эти простые слова проверены жизнью, и их стоит запомнить. Я потом постараюсь повторить их, если не забуду. Нас сегодня касается последняя фраза в этом трёхфразии, трёхстише и таком «твори благо, бегай злагу, спасен будиши». Человеку нужно творить добро и убегать от зла. Убегать от зла, потому что оно само бежит за человеком, а бежать за добром, потому что оно убегает от человека. Каждый раз на богослужении вечером, на всеночном бдении между вечерней и утренней, а на литургии, в конце литургии, перед последним благословением, мы читаем или поём Псалом 33. «Благословлю Господа на всякое время, выну, хвалай его во устех моих». И там есть такие слова. «Уклонись от зла и сотвори благо, взыщи мира и побеги за ним, или погони за ним». В славянском «пожени и». «Взыщи мира и пожени и», то есть «беги за ним». Это то же самое, что говорит Святом Митрофан. «Твори благо и бегай злаго». То есть взыщи мира и побеги за ним. «Уклонись от зла, уйди от него и сотвори благо». Это некое правило, такое некое дорожное правило. Если в жизни есть путь, то на пути есть дорожные знаки. Если путь не хаотичен, не прорублен в джунглях и не меняется каждый день, а путь тверд, то у него есть дорожные знаки, и нужно уметь их читать для того, чтобы не заехать в тупик, не заехать на встречную полосу движения, не попасть в какую-нибудь опасную для жизни ерунду. И вот примерно о том же пишет пророк Исаия в первой главе своей книги. Он пишет «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро и ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю. Если будут красные, как пурпур, как волну убелю. Если захотите и послушайте меня, то будете вкушать благо земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас, ибо уста Господни это говорят». Вот собравшие от трех источников повод к этому слову и поговорим оставшееся время о том, что нужно удалиться от зла и творить благо. Об этом говорит нам новозаветный праведник Митрофан, об этом говорит нам святой Давид в Псалме 33, который включен в богослужение более других псалмов. И говорит нам об этом пророк Исаия, близкий к Богу человек, любимейший пророк Старого Завета, которого цитируют в сласть и Матфей, и Лука, и другие евангелисты. Итак, необходимо удалиться от злых деяний. Кстати говоря, вот эта фраза «измытись, очиститесь, удалите лукавство от душ ваших», она включена в чин крещения. И священник, освящая воду, в молитвах освящения воды перед таинством крещения, повторяет слова пророка Исаии. Наше богослужение, скажем, попутно, оно насквозь библейское. И, читая Библию, то и раз натыкаешься на выражения и слова, на устойчивые обороты речи, которые вошли в наши тексты священные, и мы знаем их, как бы они все из Библии. Итак, человеку нужно удалиться от злого и творить благо. Апостол Павел называет зло удобообстоятельным. Говорит, отвергши, отрицаясь от всякого греха и удобообстоятельного зла, значит, нужно творить правду. Значит, грех облежит человека, он бросается в глаза, он навязывается на шею. Человеку как бы вешается, как нехорошо ведущая себя женщина. От греха трудно убежать. Правильно делали те, кто в попытках убежать от греха убегали из городов вообще. Вот наверняка сегодня должно быть каждому понятно, что там, где много людей, там много грехов. И там, где много грехов, там трудно жить. Там не то, что жить, там дышать трудно. И должна быть понятна человеку вот эта духовная настроенность тех христиан, которые убегали из мира и желали жить лучше со зверьми в пустых местах, нежели с людьми в больших городах. Потому что тяжело жить среди людей, которых жизнь полностью погружена в грехи, как мокрое белье. Как замачивает белье, хозяйка, значит, такое, еще там бросает туда щелочь или мыло кусок хозяйственного, значит, оно там киснет в этой грязной мыльной воде. Так-так люди погружены и вскисли этим грехом. И тяжело жить человеку в этом всем. Хочется убегать. Убегать хочется. Но не все могут убежать. Кто там может, благословение Господне, пусть будет на нем, пусть бежит и не оборачивается. Кто там не может, пусть терпит и ждет, значит, ему нужно удаляться от этого удобо-обстоятельного зла, которое со всех сторон, и нужно убегать от него и творить благо. Нужно заметить, братья и сестры, что правда творится всегда по принуждению. В основном, скажем так. Ну, бывают случаи, когда человек молится, так птичка поет, так легко и чисто. Или раздает другим, значит, необходимое, там, хлеб, одежду, деньги, так же легко, как берет у других что-либо. Это бывает редко. В основном человеку нужно много трудиться над собой, чтобы делать доброе. Злое, в отличие от доброго, творится легко. Ему не нужно учиться. Но когда само тебя научит всему, и для того, чтобы доброе творить, необходимо пройти некие университеты, и экзамены сдавать, и пройти некие навыки, искуски. Как-то злое само собой происходит. На основании этого древние средневековые философы думали, что нечистые животные, такие, скажем, насекомые, там, клопы, тараканы, или, скажем, такие мыши, такие вот животные, заводятся сами собой из грязного белья, из нечистоты, как бы из объедков, такое, так получается, так кажется, так можно подумать, потому что зло рождается само. Ты не учил его ничему. Это, допустим, там, ребенка или подопечного твоего, и сам не учился этому. И не сидел за партой в школе, чтобы тебя какой-нибудь старший бес учил, значит, как делать то-то и то-то и то-то. Это был такой мультик раньше, в советские времена, там, как там бесы друг друга учат, такой, значит, пакостям разным такой. Никакая старуха Шипокляк тебя не учила, значит, позорным, стыдным, там, каким-то срамным, гадким делам. Но ты их делаешь. Делаешь, причем, искусен в зле человек. А для того, чтобы делать добро, необходимо приложить много усилий. Так вот, я хочу подчеркнуть эту мысль, что добро само собой не творится. Сами собой женятся мухи, сами собой рожаются кролики, сами собой происходят многие вещи в природе, но там, где речь идет о том, чтобы человеку творить добро, значит, нужно знать, что само собой оно никогда не бывает. Добро связано с пониманием жертвы. Чтобы сделать что-нибудь доброе, нужно жертвовать чем-то. Силами, временем, наличными деньгами, именем, репутацией, здоровьем, в конце концов, жизнью. На высших степенях любовь, это как бы высшее имя добра, она угрожает отъятием жизни у того, кто творит любовь. Потому что нет больше любви той, если кто положит душу свою за други своя. Так вот, человеку нужно удалиться от зла и творить добро. И то, и другое трудно. Значит, добру нужно учиться. Повторено, само собой не сделается. И когда мы хотим прийти на суд Божий с руками полными добрых дел, отягощенными добрыми делами, хорошо было бы прийти на суд Божий с руками отвисающими от обилия добрых дел, которые в них несешь. Хорошо бы. То нужно понимать, что добрым является только сделанное сознательно, не случайно, не по ошибке, а сознательно, разумно, упорно, после долгих попыток. И потом сделанное добро еще часто вознаграждает человека несправедливой обидой, неблагодарностью или наказанием даже. Как бы говорят святые цены, говорят, что добро, не встречающее сопротивление, в начале, в средине или в конце отвергается Богом. То есть добро возмеривает человеку злом. Нужно тоже об этом знать. Вот нужно творить его и учиться. Учиться и отдавать, и помогать, и жалеть, и закрывать глаза на чужие беззакония, и покрывать тайны чужие грехи, и творить тайно добро для нуждающегося человека, и многое-многое другое. А от зла нужно убегать. Убегать, потому что грех гонится за человеком. Как Пушкин перед смертью писал, что напрасно я бегу к сионским высотам, грех алчный гонится за мною по пятам. Так он за всеми гонится. Об этом говорит Митрофан Воронежский в своем завещании, об этом говорит Исаия в первой главе, об этом говорят псалмы Давидовы в 33-м псалме, об этом говорят многие. Итак, твори благо, бегай злаго и спасешься. Пусть это будет нашим правилом жизни. Доброй ночи, до скорой встречи.